В чем вот как бы у начинающих есть такое недопонимание, да, то, что мы привыкаем к тому, что большинство инструментов имеет определенную какую-то вот высоту тона, да, то есть если это там, скажем, блок флейта или там гитара и так далее, то есть по умолчанию она, современные инструменты, там, условные вот эти 440 Гц, то есть все остальное там произведение, оно будет все равно на этой высоте держаться, то есть нужно только соблюсти мелодическую последовательность. А в Секухате, ну, как бы нужно уловить вот эту истинную подачу непосредственно Секухате в целом и еще и конкретного инструмента и вот своего взаимодействия с этим инструментом. Вот, в этом и сложность, и в этом же и как бы вот фишка и уникальность и так далее. То есть вот если я начну играть вот таким образом, чошел, допустим, и вроде бы я нормально, да, сыграл, ну, то есть вроде бы, вроде бы попал. Но вот следующий звук на этой же интонации, на этой подаче, то есть сейчас попробую еще, так сказать, сымитировать. И вот дальше все начинается вот с этого момента. То есть просто потому, что я не взял определенную плотность подачи. Если я немножко делаю усилие и ощущаю вот эту плотность, то следующий звук у меня уже будет однозначно лучше, потому что я уже не буду играть его таким образом, я уже буду... То есть он у меня уже относительно первого созвучия будет как бы, ну, подстраиваться под него, да, то есть я буду как ощущать, что этот звук, следующий вот после цюре, он у меня должен быть, ну, как бы плотнее, немножко выше, вот. То есть это важный момент, вот, ну, как бы определить вот эту подачу. То есть вот это вот цюре, этот вход, это как некий камертон, можно сказать, всей пьесы, да. То есть вот этот вот момент, то есть не... то есть вот она вот эта высота, вот она вот эта плотность и от нее дальше как бы можно ориентироваться.